Выходить на улицу и дышать свежим воздухом для сына Татьяны Железняковой оказалось настоящей проблемой. В подъезде дома установили неудобный пандус. Ребенок передвигается на коляске и поднимать его по этому устройству для мамы с каждым днем становится непосильной задачей. С этим вопросом женщина обращается к главе города на личном приеме. Нам бы хотелось в этом году получить пандус, потому что зима, тоже мы хотим выходить из дома. Поставить пандус такой же, как в соседнем подъезде, возможно в рамках текущего ремонта. Но чтобы это сделать, решение должны принять жители всего дома. Примерная стоимость таких работ – 200 тысяч рублей. Мэр поручает как можно скорее заручиться согласиям жильцов, а управляющей компанией сделать пандус за свой счет уже в этом году. Родители детей в доме по Осипенко вынуждены искать соседние детские площадки и стараются не ходить на свою. Горки, качели и тренажеры на ней в таком состоянии, что играть там просто опасно. Площадка разломана, там лыше даже подняться не могут по лесенкам, ступеньки отломаны. Маленькая песочница, качелька и горки такие, что своим детям я запрещаю туда ходить, потому что она небезопасна абсолютно. По информации районной администрации, двор включили в программу «Комфортная городская среда» на этот год. А значит, скоро здесь появятся новые площадки и спортивные снаряды. Но с жителей взято обещание бережно и с заботой относиться к этому пространству. Кроме того, должна быть связь с управляющим микрорайона. Именно с его помощью будет организован общественный контроль за проведением работы во дворе. Ну и, конечно, важен контроль. Вот очень важно. Потому что, конечно, мы каждого подрядчика проверить не можем. Мы отдаем всю эту наводку по общественности. Поэтому смотрите сами, кто пришел к вам, как работают качественно. Вы должны акты подписывать. Главное, что безопасно было. Да, безопасно, аккуратно все и качественно. Благоустройством внутриквартальных территорий озабочены жители многоэтажек в квартале улиц Революционной, Лукачевы, Гая и Мичурина. Люди просят отремонтировать тротуары и установить фонари. Я вчера вечером вышла, я хотела фотографии сделать, но настолько темно. То есть это какое-то безобразие. Освещение ни одного фонаря. По поручению главы улицы Гая и соседняя Подшипниковая будут внесены в план ремонта на следующий год. Вопрос строительства сети освещения также будет решен при поступлении финансирования. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов. События.